И да, я прекрасно понимаю, что все гайды подобного плана заканчиваются на том, что, ну, короче, вот выбивайте вещи, продавайте их, одевайтесь. И что люди, у которых на данный момент за 30 тысяч люцента, это люди, которые либо фармят донжи с твинков, либо очень лакичные и выбили себе какие-то боссовые пушки, там, дорогие по типу адентуса, либо донатеры. В ином случае это пиздобольство. Поэтому в целом в этом гайде ничего нового вы не узнаете, я просто выдаю базу. Итак, 3КГС есть, можно, пожалуй, раздавать советы. Ну, как это на ютубе обычно бывает, если у тебя какое-то типа около нулевое достижение, то ты можешь кому-то что-то советовать. Сегодня будет видос про литографию и про то, как зарабатывают люценты. Вы видите на моих счетах огромные числа люцентров. Ну, тут на самом деле просто нолики не прогрузились, вот, а так, в целом, да, я понимаю, как зарабатывать. Ладно, если без шуток, сегодня буду объяснять, как поступать с вещами, как зарабатывать люцент на трейтах и так далее. Многие почему-то этого не знают или не хотят знать. Но сразу скажу такую вещь, что это все надо было делать с самого начала Тейла и готовиться к следующему потенциальному заработку вы можете только в сезоне 2, поскольку сейчас все махинации с перепродажей, все махинации, которые не касаются твинков, они либо не работают, либо устоялись. Ну, то есть, для примера, на самом старте синие трейты, которые нужны были на то, чтобы фигачить Блессинг и затрейчивать себе шмотки, стоили там, типа, ну, максимум, может быть, по 50, потому что люди еще, вот эти крохоборы, мистер Крэпс, еще не пришли в игру и не делали таких лютых абузов с аукционом. Вот, моя задача сегодня показать вам, на основании чего вы можете распоряжаться вещами, как они могут принести вам денег, люцентов и, собственно, как вы можете быстрее загрейдиться. Я не вложил в рубля и рубля в эту игру, и сейчас у меня 3050 ГСа, скорее всего, на днях будет 300, потому что у меня сейчас на продаже стоит шмотка довольно дорогая. Повезло-повезло. Ну, короче, да. Грейдится или не грейдится, ваше дело. Моя задача показать механику. А спонсором данного видоса является Donatov.net. Здесь можно пополнить стимец, закинуть, собственно, люцентов себе в тейлочку, либо купить донат в других играх, у них там огромный выбор. Ссылочка в описании, в описании промокод, который даст себе скильку на первый донат. Итак, способы продажи или переработки вещей, чтобы получить люцентики. Способа три. Первый способ. Нам падает шмотка, будем рассматривать на кольце, к примеру. И у нее есть трейд. Первый способ это вытащить из нее трейд. Соответственно, вот трейд экстракшн, нажимаем за экстракшн стоны, на фиолетовую шмотку тратится 25, на синюю 5. Эти экстракшн стоны лимитированные, поэтому не советую вам вытаскивать трейды из всего подряд, поскольку синие трейды по большей части стоят по 10, а фиолетовые трейды даже у таких вот вещей, как это кольцо, довольно самое редкое, кстати, кольцо. Одно из довольно редких колец, если так сказать, можно. Ну, то есть это предтоповое кольцо, которое, в принципе, надевают многие. Два таких кольца в сете, то есть либо это, либо другое надевают, либо оба, но не суть. То есть в том, что вот в данном случае трейд у нас стоит 39 люцента, то есть это очень дешево. Есть синие трейды на кольца, которые стоят по 200. Соответственно, если у нас трейд стоит дешево, мы на него не тратимся, потому что это кольцо в данном случае не окупит трату наших камней. Если бы у нас был макс хп или скилл дэмэдж, да, мы бы вытащили и продали бы его на аукцион. Первый способ для этого кольца нам, увы, не подходит. Что можно сделать еще? Можно сделать литографию этого кольца. Литография этого кольца превращает предмет в рецепт предмета. Для того, чтобы сделать литографию каждого из предметов у крафтеров, а именно бижутерия крафтер, армор крафтер и вепон крафтер, нужно сделать определенный бланк. И этот бланк вы должны учитывать при своих расходах, потому что на этот бланк тратятся парчменты, энчантед инки, которые тоже лимитированные, голдишка или другой ресурс из фиолетовых боксов, или которые можно перекрафтить, полиш-кристалы и, как правило, эмерет или другого цвета руда, фиолетовая, по 5 штук. Так вот, соответственно, чтобы вытащить литографию, нам нужен такой бланк. Также акцентирую внимание на то, что бланк стоит 240 тысяч голды, плюс 500 тысяч голды вы потратите на то, чтобы этот бланк сработал и вытащил из кольца эту самую литографию. То есть вот мы нажимаем на кольцо, нажимаем литограф и видим. А, ну не 500, для бижутерии 250, по-моему, для куртки как раз-таки 500. Ну, суть в том, что полмиллиона мы сливаем и получим вот эту литографию. Важно понимать, что это второй способ, и этот способ дает возможность вытащить литографию, но не гарантирует то, что шмотка, которая вам упала, с хреновым трейтом будет стоить хорошо за эту литографию. Соответственно, вам нужно это тоже проверить. Вот у нас кольцо, мы пишем на аукцион AdShot, например, и видим, что литография стоит 270. То есть даже меньше, чем топовый трейд на это кольцо. Соответственно, литография для нас невыгодна ни в коем случае. И это кольцо отправляется вендору за голду, потому что больше с ним делать нам нечего. Ну, как нечего. Есть что делать, но мы тоже видим, что цена на готовое кольцо не сильно больше, чем на топовый трейд этого кольца. Соответственно, ни камней, ни литографии, ничего мы на это кольцо не тратим, нам выгоднее его продать за саланты. Вот и простая математика. Как получить сделанное кольцо? Все просто. Вы делаете из предмета литографию. То есть вытаскиваем из нашего кольца, к примеру, литографию. Это, естественно, я делать не буду, поскольку это кольцо дешевое. Вытаскиваем литографию и потом подходим к соответствующему крафтеру и крафтим это же кольцо. Есть вероятность того, что это кольцо при крафте или любой другой предмет при крафте из литографии станет импрувнутым. Когда он станет импрувнутым, вокруг предмета будет такая серая каемка, и это значит, что вы сможете продать этот предмет целым на аукцион. Соответственно, экономика строится из того, что вы выбиваете шмотки, проверяете их стоимость, стоимость этих трейдов на аукционе. Если трейд выпал дерьмовым и он стоит дешево, во вторую очередь проверяете, сколько стоит литография. Если литография стоит неплохо, это означает, скорее всего, и нехреновую стоимость целого изделия. И тут уже ваш выбор. Либо вы продаете литографию и не паритесь с изделием, либо вы проводите, возможно, несколько кругов вот этой вот махинации. То есть вы сначала разбираете предмет в литографию, крафтите этот предмет заново в надежде на то, что он прокнет. Если прокнул, продаете его Х2. Ну, просто для того, чтобы вам объяснить, как это работает, к примеру, давайте посмотрим аукцион и посмотрим какие-нибудь актуальные предметы, которые есть. Мы можем даже не рассматривать предметы, которые касаются каких-то боссов, потому что если вот условный адентус меч сейчас стоит 10900, да, то его как бы имеет смысл перерабатывать и крафтить. И трейты у адентуса тоже дорогие. Давайте посмотрим с вами просто, ну, например, перчатки, да, какие-нибудь. Вот, к примеру, Харвестер грипсы целые стоят 2500 сейчас. Харвестер грипсы можно вытащить с сундука. Давайте я напишу Харвестер грипс. Харвестер. И мы видим, да, что как бы целые грипсы стоят 2500. Экстракшн трейты в них начинаются от 300. И что если нам выпадают грипсы, например, на рейнджет эвейджен, можно продавать трейд, потому что шанс того, что вам прокнут перчатки, удвоит вашу сумму полученных люцентов, но в то же время отнимет у вас ресурсы, голду и прочие вещи. То есть если мы сейчас в литографии посмотрим на эти Харвестер... Ну, почему-то не ищет. Ну, суть в том, что вот литография на эти Харвестер грипсы примерно будет стоить 1100. То есть экономика работает таким образом, что у вас есть выбор. Либо вы выбили экстра, экстра дорогую какую-нибудь вещь, как, например, в свое время Шоккомандер Плейс стоил, то у вас выбор либо не париться и потратить мало ресурсов на то, чтобы продать трейд оттуда при условии, что этот трейд дорогой, либо париться и делать литографию. Либо, если шмотка супер дорого стоит, из литографии делать шмотку в надежде на то, что она прокнет. Вот и вся хурма. Вот и весь смысл. Поэтому зачастую, когда вам падает шмотка, первое, что вы делаете, это нажимаете трейд экстракшн, не вынимаете трейд и смотрите, сколько он стоит на аукционе. Все. Все, что нужно делать для того, чтобы зарабатывать в этой игре. Вы скажете, ну, как бы вещи-то не падают. Да, и в этом основная суть. Потому что рандом в этой игре максимально беспощаден. Вы можете сходить на 100, на 200, на 300 ворлдбоссов подряд и ничего не дропнуть. Вы можете ходить по 6 проходок, по 12 проходок с разных твинков в данжи, и вам тоже не прокнут шмотки. Это исключительно рандомное говно. Но и те ютуберы, которые говорят, что в игре зарабатывать очень просто, это либо даболы, либо люди, которые задонатили себе паки люцентов. Да, когда у тебя есть десятка тысяч люцентов на старте, ты можешь покупать вещи, которые будут востребованы в будущем сразу, и потом перепродавать их. Или ты можешь банально зайти на аукцион, к примеру. Вот у нас есть сейчас очень востребованный трейд на кольцо, например. Да, давайте вот я вам покажу. Трейд на кольцо, к примеру. Вот он, трейд на Макс Хеллс. Если у тебя дохренища люцентов, и тут их, например, ну, сейчас 275, изначально, со самого старта, их было меньше. Ты мог просто выкупать это все и выставлять их, ну, не по 74, например, а по 150, тем самым импровуя x2 ценник. Да, так можно было делать, но так можно было делать только при условии того, что у тебя изначально были люценты. Поэтому, друзья, зарабатывать и грейдиться в этой игре непросто, потому что дроп крайне рандомный, и выпадет тебе шмотка, которая будет стоить нормальных денег, или нет, абсолютный рандом. Да, я, кстати, забыл вам сказать про то, что есть недельные награды, в которых с каким-то милипиздрическим шансом вы можете получить шмотку, которая дорого стоит. Многие стримеры, которых я видел, мои знакомые лутали здесь кольцо, которое называется Universal Band, что-то такое, я даже не понимаю, в каком оно процентном соотношении вообще может здесь упасть, я пытаюсь его вот сейчас найти. Вот, Band of Universal Power. Шанс 0,15%. То есть здесь на героик футгвардс это резистанс шанс 2,5. По большей части падает говнище по типу там всяких ужасных вот этих миссов резистанс, луков резистанс, а тут шанс 0,15%. И в основном все говноеды, которые говорят, что зарабатывать в этой игре просто, и что здесь нет pay to win, выраливали это кольцо. Чтобы вы понимали, первый вот, ну типа запись свеча, которую я видел, когда человек продавал это кольцо, оно стоило что-то порядка 25 тысяч люцентов. И продалось буквально за минуту. Ну, неплохой такой стартовый капитал. И опять же, чтобы вы понимали, мой персонаж на 3000 гс стоит всего 8 тысяч люцента. Что можно сделать за 20 тысяч люцента, вы сами понимаете. Поэтому это крайне рандомная херня. Чтобы показать вам просто банально мои сделки, ну чтобы не быть голословным, в Cell History продал я всего на 8878 люцента. И самые дорогие вещи из этого были, это Commander Гантлеты, какие-то лишние, случайно выпавшие мне трейты. Я продал 2 литографии Shock Commander за 1000. Да, повезло. Они упали мне из сумок Сайлос Эбиса с пятого этажа. То есть за контракт. Да, повезло. Продал 2000. Но в основном это продажи трейтов по типу вот Reaper'ы я продавал, Hand'ы, которые скрафтил из сундуков. Britch'и там, Primal King'и. То есть это супер рандомный дроп. Вот Dark Slayer Dagger'ы тоже дорогой попался. И в самом начале игры, по-моему, в первый или во второй день, после того, как я взял 50-ый, мне выпал Carnix с хит-шансом, вроде бы сейчас, если я его найду, который тоже 500 стоил. Но это прям супер рандом. То есть шанс того, что тебе дропнется фиолетовая шмотка, крайне мал. Так еще и шанс того, что тебе дропнется фиолетовая шмотка с нужным трейдом, тоже крайне мал. Вот Carnix выпадал, по 39 тоже продавал. Ну тогда этих камней было много и в принципе имело смысл так делать. Сейчас абсолютно не имеет смысла делать. Ну Bromance, вот до 200 был. То есть суть в том, что как бы ты круто не знал экономику, если тебе на перса ничего не валится, ты просто не заработаешь. Единственный шанс полутать возможности получить шмотки, это ворлдбоссы и вот такие вот контракты, которых кстати цепит немало, но там все равно рандом тоже такой типа божественно упоротый. Поэтому да, заработать в игре относительно не сложно и относительно сложно, поскольку рандом не щадит никого. Спасибо за просмотр. До новых встреч.